Сандружинница на проверку даземистического прибора. Шагом марш! Наталья Семенова третий год подряд возглавляет санитарную дружину Белшины. Всего в этом движении женщина больше 20 лет и считает, что навыки и знания могут пригодиться в любую минуту. Промгигант всё-таки относится к первой группе объектов особой важности. К этим соревнованиям вместе с коллегами командир команды готовилась на протяжении года. Мы проходили медицинскую подготовку, мы проходили обучение в санстанции, нас обучало МЧС, погрузки-выгрузки носилок. Эти навыки могут пригодиться каждому и в любой момент. Поэтому не лишним будет всем обучиться этому. В лесном массиве в районе второй пожарно-спасательной части для соревнований оборудовали пять секторов для каждого этапа состязаний. Сначала работницы промышленных предприятий демонстрировали содержимое аптечек, а затем на скорость надевали противогазы. Цель проведения данных соревнований – это, как говорится, закрепление навыков в оказании первой медицинской помощи при различных чрезвычайных ситуациях и техногенных авариях. Далее, по легенде, сандруженицы оказались в очаге ядерного и химического поражения. Они должны были оперативно и правильно поставить диагноз пострадавшим и оказать им первую доврачебную помощь. Скорость здесь никогда не мешала никому, но самое главное – правильно все произвести, потому что нельзя ошибиться в некоторых моментах, потому что химическое отравление – это одно из самых серьезных отравлений. Чума, холера и лихорадка. По симптомам участницы соревнований определяли вирусы и инфекции. Кроме того, отружениц требовалось провести работу с заболевшими и дезинфицировать место обнаружения заразы. В завершающем этапе санитары ухаживали за больными. Все-таки завод у нас тоже пожароопасен. У нас окрасочные линии, которые может произойти пожар. Так как бы стараемся быть всегда подготовленными, чтобы быть готовыми оказать первую помощь. Оценивали действия участниц спасателей-медики. По итогам соревнований первое место заняла Сандружина Белшины. К слову, в лидерах она уже третий год подряд. Второй – Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. Бронза досталась предприятию «Бобруйская громаж». Людмила Любинцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.